Сегодня мы разберем, как выполнять задание 26-31 из 3-го раздела ЕГЭ «Грамматика и лексика». В этом задании вам нужно будет преобразовать 6 слов. Может быть, вам потребуется из глагола сделать существительное или прилагательное, из существительного сделать глагол, из прилагательного сделать наречие и так далее. Может быть, много разных вариантов. Первое, что я хочу вам сказать, вам совершенно не нужно учить огромное количество разных слов и их преобразование с разными приставками и суффиксами. Есть такой замечательный документ, который вы можете найти на сайте ФИПИ. Он называется «Кодификатор ЕГЭ». И в этом документе дается перечень всего того содержания, которое вы можете встретить ЕГЭ. Они вам говорят, какие времена вы можете встретить на ЕГЭ, на какие темы могут быть эссе. И также в этом документе очень подробно указано, какие суффиксы, какие приставки вы можете встретить в этом задании. Очень вам рекомендую познакомиться с этим документом. Итак, вот этот список, который я взяла из кодификатора ЕГЭ. И мы с вами будем работать только с этими суффиксами и этими приставками, чтобы не тратить время на заучивание слов, которые нам с вами в ЕГЭ не пригодятся. Также чуть-чуть позднее в этом видео я вам дам единую таблицу, с которой вы будете работать, чтобы практиковать выполнение этих заданий. В этой таблице я вам дам 95% всех возможных вариантов преобразования слов в этом задании. Но сначала давайте посмотрим на само задание. Вот так оно выглядит. Нам дам текст с пропусками, который нам нужно заполнить словами, которые стоят справа от текста, но в преобразованной форме. Для каждого слова, которое вам нужно преобразовать, вам нужно спросить себя 4 вопроса. Во-первых, в какую часть речи вам нужно преобразовать это слово? Например, перед вами слово «friend» – это существительное. Вам нужно из него преобразовать прилагательное – «friendly» или другое существительное – «friendship». Второе, вы должны убедиться, вам нужно образовать положительное слово или отрицательное. Например, вам нужно сделать из слова «respect» – «уважать». Прилагательное «respectful» – «уважительный» или «disrespectful» – «неуважительный». Это важно обратить на это внимание. Третий вопрос, который вам нужно задать себе, вам нужно использовать. Только один суффикс или приставку или два. Например, перед вами слово «nation». И вам нужно из него сделать «national» – прилагательное, национальный, или международный – «international». И четвертое, если вам нужно из слова сделать существительное, например, из глагола «draw» вам надо сделать существительное «drawing», спросите себя из контекста. Вам нужно «drawing» в единственном числе или «drawing» с во множественном числе? А теперь давайте рассмотрим небольшой пример. Это часть задания. Перед нами три слова, и нам нужно их вставить в текст в нужной форме. Смотрим на первый параграф. Читаем текст, чтобы хорошо понимать контекст и определить, какая часть речи нам нужна. Итак, письменность является центром цивилизации уже многие века. Самые важные записи делаются на бумаге. Но записывать свои мысли в письменной форме не всегда было простым и практичным занятием. Здесь мы из существительного, или это также может быть глагол «practice» делаем прилагательное, практичный. То есть наш ответ «practical». Следующий параграф. Древние люди обнаружили, что они могли делать простые рисунки на стенах пещер. Здесь из-за глагола «draw» нам нужно сделать множественное существительное рисунки. Ответ «drawings». И последнее. К сожалению, они не могли и так далее. Здесь из прилагательного «fortunate» нам нужно сделать негативное наречие. И наш ответ «unfortunately». Итак, перейдем к основному, к нашей таблице. Я не утверждаю, что эта таблица покроет совершенно все варианты в этом задании, но процентов 90 точно. Часто вы знаете, как преобразовать слово. Например, вы видите глагол «drive», и вам нужно из него сделать существительное «driver». Это просто. Но задания не всегда такие простые. И если вы не знаете ответа, попробуйте примерить к вашему слову приставки и суффиксы из этой таблицы. И наверняка вы найдете правильный ответ. Например, перед вами в задании глагол «attach». И из контекста вы понимаете, что из этого глагола «attach», который означает «прикрепить», «приложить», вам нужно сделать существительное приложение. То есть перед вами глагол «attach», вы понимаете, что из него вам нужно сделать существительное «noun», и вот ваши возможные варианты, ваши возможные окончания. Вы, если вы не знаете правильного ответа, вы можете просто приложить эти окончания к глаголу «attach». И, скорее всего, вы придете к ответу, к правильному ответу «attachment», потому что просто-напросто этот ответ «attachment» звучит правильнее и естественнее других вариантов. В этой таблице все приставки обозначены вот этим значком. То есть вот наши приставки. Вот здесь и здесь. Все остальное – это суффиксы. Итак, теперь на примерах посмотрим, как мы можем использовать эту таблицу. Например, в вашем задании вы видите глагол «verb», и из контекста вы понимаете, что этот глагол вам нужно преобразовать в прилагательное «adjectives». Из глагола вам нужно сделать прилагательное. Из таблицы вы видите, что работать вам нужно вот с этими суффиксами. Например, из глагола «very» вы сделаете прилагательное «varies». Из глагола «impress» прилагательное «impressive». «Excite» – «exciting», «like» – «likable», «access» – «accessible», «taste» – «tasty», «practice» – «practical», «count» – «countless». Над этими суффиксами я поставила звездочки, потому что, честно говоря, эти суффиксы мы не используем с глаголами. Мы эти суффиксы используем с существительными, чтобы из существительных сделать прилагательными. Но, если вы увидите вот эти слова «taste», «practice», «count» – эти слова являются и существительными, и глаголами. Поэтому я сюда добавила еще эти суффиксы. Теперь, а что если из глагола вам нужно сделать существительное? Тогда мы будем работать вот с этими суффиксами. Если перед вами глагол «drive», а вам нужно существительное. «Drive» – «driver», «visit» – «visitor», «cycle» – «cyclist», «divide» – «division», «irritate» – «irritation», «move» – «move» – «movement», «differ», «differ», «difference», «difference», «appear» – «appearance», «build» – «building», «inhabit» – «inhabitant». Если перед вами существительное наун, и из него вам нужно сделать прилагательное, тогда мы будем работать вот с этими суффиксами. Например, «aggression» – «aggressive», «interest», «interesting», «russia», «russian», «friend», «friendly», «respons», «responsible», «fashion», «fashionable», «history» – «historical» Для вас домашнее задание. Выясните, в чем разница между «historical» и «historical». «Nature» – «natural», «taste» – «tasty», «count» – «countless», «wonder» – «wonderful», «mystery» – «mysterious». Если из прилагательного вам нужно сделать наречие, используйте окончание «re» из, например, «sodden» – «soddenly». Здесь есть некоторые нюансы в написании. Я сейчас не хочу вдаваться в подробности. Просто воспользуйтесь вот этой табличкой. Здесь вся эта информация подробно дана. Также может быть такое, что из глагола вам нужно сделать другой глагол, например, «understand», «mis-understand», «respect», «dis-respect», «apply», «re-apply». Если из существительного или прилагательного вам нужно сделать глагол, используйте вот эти окончания, например, «energy», «energize», «real», «realize». Из прилагательного сделать существительное используйте вот эти вот суффиксы «busy», «business», «popular», «popularity». Если вы видите, что из существительного вам нужно сделать другое существительное, воспользуйтесь вот этими окончаниями, например, «friend», «friendship», «science», «scientist». Итак, теперь, как образовывать негативные существительные, прилагательные и наличие. Используйте вот эти три приставки. На самом деле приставок больше, но в нашем кодификаторе их всего лишь три. Только эти три приставки вы можете встретить, негативные приставки вы можете встретить в ЕГЭ. Comfortable – uncomfortable, formal – informal, possible – impossible. Обратите внимание, что эти приставки мы используем только с существительными, прилагательными и наличиями, а не с глаголами. Для глаголов используйте вот эти приставки. Ну а теперь давайте патрируемся и выполним несколько вариантов. Возьмем такое задание. Как всегда, перед нами шесть слов, которые нужно преобразовать. Позвольте мне сейчас не переводить полностью этот текст, хотя вы должны читать весь текст, чтобы хорошо понимать контекст. Итак, задание двадцать шесть. Кофе обычно подается. Из прилагательного «usual» нам нужно сделать наречие «usually». Ответ «usually». Задание двадцать семь. Чтобы отпраздновать день рождения, совершеннолетие или какое-либо особое достижение. Здесь мы из глагола «achieve» делаем существительное «achievement». Эти вечеринки обычно неформальны или неофициальны. Здесь из положительного прилагательного «formal» мы делаем отрицательное прилагательное «informal». Двадцать девять. Когда письменные приглашения рассылаются. Здесь из глагола «invite» мы делаем существительное во множественном числе «invitations». Тридцатое. Хозяин часто предлагает разнообразные виды развлечений. Из глагола «very» мы делаем прилагательное «various». И последнее. После вкусной еды следуют игры. Из существительного «taste» также может быть это глагол «taste» мы должны сделать прилагательное «tasty». Я очень надеюсь, что это видео вам помогло. Если вы хотите больше видео на нашем канале, пожалуйста, подписывайтесь, ставьте лайки и оставляйте ваши комментарии. And I will see you soon. Bye-bye.